Ну и вот моя секретная теплица с томатами, я решил ее выращивать по ленивому способу, но об этом смотрите отдельный ролик, я его правда еще не снял, она у меня, видите, заросло все, я один раз сделал проход по посынкованию и подвязке, дальше, честно скажу вам, просто не заходил, не знаю, видите вы что-то, не видите, но сейчас я пройдусь обязательно фитоспоринчиком от клеща к клещевит, фитоверм и аминосил для подкормки, потому что в этой теплице в том году у меня как раз и была вспышка паутинного клеща, а здесь как раз все равно томатики и сухой воздух, обрабатывать огурцы вам показывать смысла я никакого не вижу, потому что, ну, во-первых, вы уже видели, там ничем не будет отличаться, кроме бешеного расхода рабочего препарата, а так можете использовать обычные любые те средства распрыскивания, какие у вас есть, более экономичные, более, ну, тому, какие по нраву, поэтому помните, что защита от паутинного клеща лучше тоже все-таки как и от фитофтора и пероноспороза, всевозможных вот этих вот грибковых, профилактика, самое главное профилактика, и витаминки давать тоже профилактические, потому что бить по хвостам хорошего результата вы не получите. Никаких боров, никаких кальциевых селитр, вот томаты, огурцы чисто на экологически чистом земледелии, видите, я вот тогда попосынковал, бросил эти палки, ветки, ой, и так и оставил, уже все доросло до верха теплицы. Это ленивый способ. Берешь, ленишься и ничего не делаешь. Но ленивый способ, точнее новый, что я принес в этом году в томаты, это капельный полив, но об этом отдельно тоже я сниму ролик, расскажу плюсы такого системы, минусы такой системы, то есть все это вам покажу, расскажу в действии. И как вы можете видеть, томатики развиваются неплохо, вяжут, все тут есть, никакой вершины гнили, помидоров полно, никакой ту-ту-ту-ту кладиков, по дереву надо постучать, все прекрасно, спору нет, даже ничего не поломалось особо. Поэтому можно к томатам ходить, но некоторые сорта вот сжируют, вот он ничего не вяжет, и пустил массу-массу палок. Ничего, завтра с утреца, я вам обещаю, себе обещаю, что завтра с утра рано-рано встану, и как все, пройду за часик, столько ботвы нарежу, и будет красота. И в следующем ролике я вам покажу, как растить томаты, что из этого получается по экологически ленивому способу. Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня сделаем баковую смесь для защиты растений и от вредителей, и от болезней. Для этого я буду применять новое средство, хотя оно такое же средство, как я уже применял, оно чисто биологическое, я его купил в большой профессиональной упаковке. И есть различия, как применять его, в отличие от тех препаратов, которые у нас в розничной фасовке. Они могут быть разной концентрации, хотя в принципе, когда вы покупаете какие-то средства и препараты, обязательно изучайте инструкцию. Применяйте для этого телефон, потому что шерест всегда мелкий настолько, что его не различишь. Потому что концентрация действующего вещества может отличаться в 10, а то и в 100 раз. Вот, например, в этом препарате такое же действующее вещество, как и в фитоверме, и как и в клещевите. То есть фитоверм, КАЭ, это то же самое, это вообще абсолютно одно и то же. Но есть разница, они в таком же литраже продаются 0,2%, 1% и 5%. Но я надеюсь, школу мы все заканчивали, ну, конечно, не с золотой медалью, но с какой-нибудь. И понять, что процентное содержание определяет. То есть здесь у нас, в этой банке конкретно, 10 мл на литр действующего вещества. А в тех ампулах, которые я применял, там было 2 грамма на литр действующего вещества. Расход того препарата был 10 мл на литр, у меня было 2 тюбика, соответственно, у меня получилось 2 литра. Ну, двумя литрами я обработать две теплицы 10-метровые как бы вообще не могу. Поэтому мне хватило только на огурцы и на перец. Но на огурцах как раз и была первая вспышка паутинного клеща. Да, кстати, фитоверм помогает и от белокрылки, по описанию я сегодня почитал на пестициды.ру, и от белокрылки помогает, и от рипсов помогает. Но есть огромный минус, так как это препарат биологический, он не системный, он чисто контактный. На кого попало, того и убило. Это раз. Во-вторых, работает он только при положительной температуре, желательно от 25 и выше градусов. И на солнечных лучах он очень быстро разлагается, поэтому применять лучше, конечно же, в жаркие дни и вечерочком. Обработали и тепличку закрыли, хотя помидорную теплицу я не закрываю уже с начала июня месяца, как заморозки прошли. Так как препарата я купил дофига, срок годности у него всего 2 года, потом до меня дошло, надо было другую концентрацию брать, потому что это мне хватит на 100 лет, а 100 лет он не хранится. Поэтому обрыскивать я буду неэкономичным способом, применяя мой вот этот вот пистолет, который фигачит очень быстро, зато польет все очень хорошо. Литраж у меня 18 литров, соответственно, мне нужно в 5 раз меньше, чем того препарата. То есть там было 2 миллилитра, здесь 10 миллилитров. Соответственно, я высчитываю на 1 литр, мне нужно 2 миллилитра, на 10 литров 20 миллилитров, на 18, соответственно, 16 миллилитров, если мне мозг не изменяет. Ну, в 18 нальем миллилитров, он препарат биологический, все препараты перемешиваем, любые, биологические, химические, пестициды, гербициды, неважно. Перед применением необходимо взболтать, чтобы придать однородность консистенции. 18 миллилитров, вот такой шприц будет, идеален. Таким образом набираем и отправляем непосредственно в емкость. Лучше, конечно же, не использовать непосредственно в емкость, точнее, не разводить растворы непосредственно в емкости. Почему? Потому что, когда особенно сухие вещества какие-то, они могут не до конца у нас раствориться. И, соответственно, если они не до конца у нас растворились, то они могут либо обжечь растения, либо просто никаким образом не помочь нам. В качестве подкормки, так как я буду обрабатывать разные культуры, я буду использовать аминосил-концентрат для овощей. Потому что, ну, для баклажанов он отдельный есть, для перца баклажанов помидор отдельный, а вот для как раз огурцов он другой. Поэтому, чтобы не думать, берем и либо универсальный, либо овощной. И обязательно перемешиваем, как я сказал, все препараты, химические, любые, перемешиваем. Жидкие, конечно же, сухие, их перемешивать бесполезно. 5 миллилитров на литр, то есть, соответственно, на 18 литров где-то 90 грамм. Очень удобно, всегда у вас мерный стаканчик с собой, 40 миллилитров. Почему я фитоспорин сразу не налил? Потому что нечего отмерить. Вроде бы мелочь, а очень удобно. Я, кстати, использую вот эти пустые бутылочки для разведения. 2,8 и еще четвертинка, 90 миллилитров. А теперь, когда у меня есть мерный колпачок, я могу спокойно отмерить 40 миллилитров на 10 литров. Соответственно, это получается чуть меньше двух целых колпачков. Не знаю, этот фитоспорин я применяю впервые в этом году. Насколько он рабочий, не рабочий, не знаю. Посмотрим, если фитофтора придет к нам на томаты или пероноспороз на огурцы, значит, плохая вещь. Пока тащим. Перемешиваем. Ну, можно использовать маленькие опрыскиватели. Мне как-то вот нравится по-быстрому это самое. Все сделал быстро и все. Баклажанчики я вам показывал. Начнем с них, они на улице. Притененные, они все-таки растут лучше, чем непритененные. Если вы не смотрели мое видео про паутиного клеща, как его поймать на огурцах, то посмотрите обязательно. Для меня это было, грубо говоря, открытием. Также на баклажанах это в первую очередь появляющийся вредитель. Но он, в основном, конечно, паутинный клей живет в теплицах. Ну и на улице он тоже будет не прочь полакомиться возможными нашими вкусняшками. Старайтесь, чтобы раствор попадал на нижнюю часть листа. И на землю, и вот везде в пазухе. Ничего страшного для плодов и цветов не будет, но именно сами вредители находятся с нижней стороны. Поэтому вот этот способ, он хорош только из-за массовости применения. Ну, как это назвать, не на массовости, а из-за того, что можно большим расходом расходовать. Борьба со многими вредителями, такими как белокрилка, паутины, клещ, треницы, связанных с системностью обработок. Вы не сможете убить их, применяя какие-то биологические препараты типа фитоверма, за один прием. Да даже с сильнодействующими химическими препаратами люди много лет борются. Поэтому есть только система. А система вырабатывает у вредителей тоже резистивную как-то устойчивость, которая позволяет им бороться, и, соответственно, так как у них быстро поколения меняются, они просто приспосабливаются к этому. Поэтому панацеи вот такой вот стопроцентной нет никогда, потому что к фитоверму они тоже когда-то привыкли, или уже привыкли, или привыкнут в будущем. Поэтому нужно искать другие пути. Например, те же самые препараты на основе коллоидной серы, теавиджет, по-моему, называется, тоже можно применять. Но мне не понравилось в том году, потому что он поджигает теплицу, оцинкованный металл. Прям такие появляются подтеки, оцинковки. Возможно, у меня так это связано конкретно только у меня, у других такого нет. Чесночную шашку мне предлагали. Ее можно прям с плодами. И чесночную, и табачную шашки можно прям с плодами в тефлице помидорной применять от всех вредителей вот такого плана. В том числе совка, которая тоже может попортить множество плодов. Поэтому, дорогие друзья, профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Нет у вас, никогда не было из паутинного клеща. То есть, слава богу, ничего не таскайте к себе домой. Никакой чужой рассады, никаких чужих стаканчиков там вот этого всего земли, грунта. Будьте аккуратны, чтобы не занести себе этих вредителей. Потому что сам по себе клещ, он малоподвижный. Белокрылка, не знаю, летает, не летает. Я не сталкивался лично. Возможно, какие-то мои профилактические методы помогают мне в борьбе с ней. А вот комары с собаке надоели, если честно. Вечером поработать проблематично. Вам, как всегда, дорогие друзья, в завершении видео я хочу пожелать здоровья. А все остальное приложится. Ставьте лайк. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok